Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И не так давно один из наших подписчиков задал нам специальный вопрос, касающийся всплытия воздушных пузырей в воде. Правда ли, написал он, что когда воздушный пузырек всплывает, его размеры из-за того, что давление уменьшается, растут, но тем не менее скорость пузыря становится все больше и больше, хотя, казалось бы, сопротивление воды должно увеличиваться, а не уменьшаться с увеличением размеров пузыря. Ну вот есть такой вопрос, и хорошо бы все это проверить. Ну а когда мы стали это проверять, мы обнаружили столько разных любопытных явлений, связанных со всплытием воздушных пузырей, что, конечно, хотим с вами ими поделиться. Ну и начнем мы с простого опыта. И с этой целью мы собрали вот эту установку. Это стеклянная вертикальная труба высотой 1 метр, доверху заполненная водой, а снизу к ней присоединен шприц, с помощью которого в трубе можно пускать пузыри и наблюдать за их всплытием. Запускаем маленький пузырь и видим, что он всплывает с постоянной скоростью 22 сантиметра в секунду. Никакого изменения скорости с глубиной не обнаружено. А теперь запустим большой пузырь. Его скорость тоже очень быстро вышла на постоянную 24 сантиметра в секунду. И мы видим, что объемы пузырей отличались существенно, а скорости различались при этом весьма незначительно и оставались практическими постоянными на глубине всплытия в 1 метр. Так что, если гидростатическое давление воды изменяет объемы и сказывается на скорости всплытия, то это происходит на глубинах порядка нескольких десятков метров, чего мы в нашем опыте сейчас, конечно, проверить не можем. Но зато, пока мы делали этот опыт, у нас появились разные интересные вопросы. И здесь к Андрею присоединяюсь я, Алексей Колчин. И начну я с такого, можно сказать, детского вопроса. Ну вот смотрите. Сила Архимеда, действующая на пузырь, она достаточно ощутимая. И именно под ее действием пузырь и всплывает. Но ведь масса пузыря очень мала. Ну и, соответственно, кажется, что пузырь должен стартовать с огромным ускорением. А этого мы на опыте не наблюдаем. И как ты на этот вопрос отвечаешь? Ну, вообще-то ответить на этот вопрос легко. Когда пузырь всплывает, он увлекает еще и окружающую его воду. И поэтому надо считать, что сила Архимеда действует не только на массу пузыря, но и на некоторую массу воды, которую еще называют присоединенной. Ну смотри, про присоединенную массу ты отлично рассказал. Только на опыте-то мы наблюдали, что пузырь практически с самого начала всплывает с постоянной скоростью, а вовсе не ускоряется. И это означает, что по второму закону Ньютона сила, действующая на пузырь, просто равна нулю. Как ты это объясняешь? Ну это тоже легко. Ведь кроме силы Архимеда на пузырь, очевидно, действует и сила сопротивления воды. И я даже готов сейчас сделать расчет и прикинуть скорость, с которой должен всплывать пузырь. А тогда мы сможем сравнить ее с результатами нашего опыта. Но для того, чтобы сделать такую оценку, мне нужно знать размеры пузыря. А когда мы смотрим на поднимающийся по цилиндрической трубе пузырь сбоку, мы видим сильно искаженное изображение. И поэтому мы будем снимать подъем пузыря сверху и так узнаем его настоящий размер. А для этого взяли шприц побольше, трубочку подлиннее. И сейчас я запущу большой пузырь. Вот видите, он поднимается по трубе. И размер большого пузыря составляет несколько сантиметров, а размер маленького пузыря несколько миллиметров. И теперь мы можем приравнять силу Архимеда, которая равна плотности воды умножить на G на объем пузыря, силе сопротивления, которую можно оценить как скоростной напор ρ в квадрат умножить на площадь поперечного сечения пузыря S. Ну и тогда, приравнивая, при этом у нас плотность сократится, конечно, скорость получается равной корню квадратному из G, а здесь такое отношение объема пузыря к его площади поперечного сечения. Ну ясно, что по порядку это радиус пузыря. И мы получаем ответ. Скорость пузыря равняется корню из G умножить на R. И если мы примем радиус пузыря равным 4 миллиметрам, то мы и получим скорость подъема 20 сантиметров в секунду, как мы и видели в наших опытах. Ну ты, конечно, молодец. Да. Подставил формулу радиус маленького пузыря и получил согласие теории с экспериментом. Но посмотри на формулу. В ней стоит корень из радиуса пузыря. Если радиус в 9 раз больше, то скорость будет в 3 раза больше. Это как раз то отношение, которое было у радиусов в только что проделанном опыте. А скорости различались совсем не в 3 раза. Там было 22 сантиметра в секунду и 24 сантиметра в секунду. Так что похоже, что эта формула все-таки не совсем работает. Ну да, тут есть небольшая, я бы сказал, нестыковка. Ну и значит нам надо просто внимательно посмотреть, как всплывают большие пузыри. Ведь для маленьких все проходит. И сейчас мы этим и займемся. И с этой целью мы взяли трубу вдвое большего диаметра и будем пускать в ней большие пузыри. И вот мы видим, что большие пузыри это вовсе не сферы. Они похожи скорее на лепешки или приплющенные диски высотой всего несколько миллиметров. И теперь я могу модифицировать нашу теорию. Ну формулы для силы сопротивления и силы Архимеда останутся теми же самыми. Но теперь нужно учесть, что пузырь это не сфера, а такой сплющенный диск. И записать его объем, как площадь его сечения умножить на высоту h. И мы получим, что скорость равна корню из gh. А поскольку высота пузыря, она ровно такая же, как и радиус маленького пузыря, то и скорости их получаются одинаковыми. И теория работает и в этом случае. Твои объяснения поистине замечательные, я бы сказал даже удивительные. Но у меня накопилось несколько вопросов, и их следует объяснить. Ну и первый понятно будет какой. А почему вообще так получается, что большой пузырь сплющивается до такого же размера, до такой же высоты? Какую имеет, по-видимому, в диаметре пузырь поменьше? Ты можешь это как-то объяснить? Ну, давай представим себе водяные капли, как бы пузыри на выворот. Если капелька маленькая, то она сохраняет свою сферическую форму, потому что поверхностное натяжение оказывается существенно больше, чем сила тяжести, действующая на каплю. А, я тебя понял. А тогда получается, большая капля, она сплющивается, ее по бокам держит поверхностное натяжение. А здесь тоже так же, что ли? Ну и здесь, по всей видимости, так же. Ну, потому что каплю лежащую, большую, сплющенную, на нее же действует сила тяжести, а снизу сила реакции опоры. А здесь у нас сила Архимеда действует вверх, а вниз действует сила сопротивления. Разве это не так же? Допустим, допустим. Только я теперь не понимаю второй пункт во всей этой истории. Ну, вот когда у нас всплывает твердое тело, то я понимаю, как к нему приложена сила Архимеда. Там есть оболочка жесткая, на нее действует давление со стороны воды. Ну, и снизу под этим телом гидростатика дает давление большее, чем сверху, и вот эта разность выталкивает. А теперь пузырь, он пустой. Ну, и в нем давление, это просто давление воздуха, оно одно и то же. Что сверху, что снизу, особенно когда он плоский. А я не понимаю тогда, откуда берется сила Архимеда? Она к чему приложена? Как бы к пустоте? Это очень хороший вопрос. Может быть, у тебя и ответ на него имеется? Ну, я попробую сейчас кое-что на эту тему сочинить. И я возьму нашу трубу и заполню ее водой. Но не полностью, а так, чтобы осталась часть воздушная. И заткну пробками с двух сторон. И когда я переворачиваю трубу, по ней вверх поднимается пузырь. Посмотрите на него. И я спрашиваю, и что? Этот пузырь поднимается из-за силы Архимеда? Да вовсе нет. Какого бы размера ни была эта воздушная пробка, в воде просто приходится ее обтекать. И скорость подъема пузыря определяется исключительно тем, как он обтекается водой. Сейчас мы из этого что-нибудь теоретическое извлечем. И теперь уже я просто рассматриваю пузырь, всплывающий в воде. Никакой трубы нет. Но я говорю, продвижение пузыря вверх вот этой пустоты, это все равно, что падение воды, которая была над ним вниз. А с какой скоростью падает вода, проходя размеры пузыря H? Ну, понятно, у нас есть формула для свободного падения корень из 2GH. Но двойку в этих оценках писать не надо. Я скажу, скорость падения воды мимо пузыря, это корень из 2GH. Ну, и, наверное, как бы вода падает через такую же поверхность по площади, какую сам пузырь здесь занимает. Ну, и тогда скорость всплытия пузыря, это тоже корень из 2GH. И я получил этот результат, не рассматривая ни, так сказать, лобового сопротивления, ни силы Архимеда. И, таким образом, мы имеем две теории, они совсем не похожи одна на другую, обе вызывают сильные вопросы, но, тем не менее, они дают один и тот же результат, и этот результат сходится по порядку величины с результатами эксперимента. Получается, что физика работает. Но почему же так получается? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин